на добрый день и там краткая презентация есть я хотел бы провести по цифрам можно следующий пожалуйста так на самом деле 22 год и последующие годы равно как этот приходится в некотором смысле на пик инвестиционного цикла компаний еще в девятнадцатом году соответственно были утверждены стратегические проекты прежде всего серный проект который существенным образом позволит до 90 и выше процентов сократить выбросы серы с наших металлургических предприятий соответственно это миллиарды долларов очень существенная стройка и безусловно с учетом ограниченности логистических мощностей потребовала от нас как от транспортно-логистического комплекса компании реализации достаточно серьезных уже своих логистических проектов в арктике соответственно нам предстояло расширить мощности прежде всего перевозочные ледокольные мощности своих судов контейнеровозов класса арк 7 плюс один танкер у нас 5 сухогрузов хватало для перевозки исключительно грузов связанных с операционной деятельностью жизнедеятельности региона а также минимальное количество инвестиционных грузов соответственно мы привлекли дополнительно в пике до 30 до 13 сухогрузов дополнительно арктического класса 45 шток седьмых в принципе их не существует на рынке а также наряду с одним ледоколом атомном типа таймер вайгач также привели дополнительно еще два ледокола для обслуживания всей группировки флота что позволило нам в месяц проводить до 12 13 судов тем самым мы дополнительно перевезли к общему среднем среднем объему за последние там три года с 17 по 21 и 4 миллиона тонн дополнительно перевезли еще 600 тысяч тонн необходимо отметить что поскольку это проектные грузы их среднеудельная плотность составляла порядка коэффициента 3 то есть в два раза выше чем средние грузы что в принципе осложняло вопросы связанные с их погрузкой перевалкой хранением поскольку это не контейнеризированные грузы соответственно мы значимым образом увеличили мощности нашего порта в дудинке полностью обновили крановое хозяйство на морских причалах увеличили пар погрузочной техники а также создали буферные площадки для накопления грузов поскольку скорость скажем так обработки выгрузки грузов она была достаточно высокая не соответствовала скорость у скорости вывоза этих грузов непосредственно на строительной площадке ну и собственно говоря добились достаточно на мой взгляд значимых результатов обеспечили реализацию инвестиционных проектов исходим из того что данный объем грузов еще большем объеме нам предстоит перевести ближайшие несколько лет инвестиционный цикл программы продолжается несмотря на объективные сложности потенциально есть риск того что часть проектов у нас сдвинется вправо связи с тем что мы вынуждены скажем так менять поставщиков и по ряду проектов осуществлять перепроектирование но от за ранее заявленных планов по инвест программе мы все-таки не отказываемся соответственно по планам развития мы планируем дополнительно расширить мощности нашего терминала в мурманске он также достаточно существенным образом прирост в объемах необходимо отметить что для нас терминал мурманске является жизнеобеспечивающим в части перевалки нашей экспортной продукции которая далее идет соответственно на запад привлеченным флотом и также будем развивать продолжать развивать дудинский порт настоящее время там из восьми причалов у нас функционирует 62 находятся под реконструкции вывезен из эксплуатации я думаю что в ближайшие несколько лет мы также завершим их реконструкцию тем самым увеличив еще больше мощности помимо прочего помимо непосредственно грузов компании мы также оказываем услуги в рамках сотрудничества с роснефтью по проекту восток ойл мы также осуществляем частичные перевозку перевалку накопления грузов в порту дудинка для реализации соответственно проекта восток ойл с точки зрения ну скажем так я обрисовал вот текущий статус и какая работа была проделана за последние несколько лет касательно взгляда в будущее мы уже и восточного коридора прежде всего мы уже нарастили объемы прямых поставок продукции прежде чем медиа на китайский рынок прошлом году мы осуществили в летний период 3 собственным судном заодно отправив доковый ремонт перевезли партию медиа соответственно в этом году мы планируем нарастить объемы настоящее время одно из наших судов надежды также идет в китай и один рейс мы уже совершили привлеченным судном и также запланирована еще осенью дополнительная отправка общей сложности порядка 45 тысяч тонн медиа мы планируем отправить в восточным коридором именно в летний период исходя из скажем так настроений и пожеланий нашего с бытового комплекса мы видим увеличение объема поставок на китайский рынок соответственно считаем восточное направление интересным тем не менее даже в летний период мы сталкиваемся в условно по условно свободной воде со сложностями с проходом были моменты когда не хватало ледоколов ледоколы были заняты прежде всего под проводку газовозов и нефтевозов но тем не менее мы справились говоря о перспективах в случае если будет реализован я думаю что это задача государственного масштаба он будет реализован проект по круглогодичному проходу через восточный сектор мы безусловно не применим воспользоваться данным маршрутом в силу объективных причин прежде всего скорость доставки как следствие экономии на оборотном капитале то есть бытовой комплекс у нас достаточно сильно заинтересован именно в этом транспортном коридоре касательно развития транзитных перевозок поскольку мы используем сюда контейнеровоза в отличие от газа нефти у нас есть возможность обратной загрузки и видя какой сейчас рынок сразу хочу сказать объективно есть сложности связанные с тем что не хватает в мурманске инфраструктуры по приему скажем так импортных грузов текущие грузоотправители грузовладельцы настроены на получение груза прежде всего в портах Санкт-Петербурга в том числе в силу очевидного удобства и сложившихся связей с точки зрения таможенной очистки и дальнейшей дистрибуции импортной продукции поэтому я думаю что развивать мурманское направление безусловно перспективно но надо смотреть том числе на портовую инфраструктуру и создание прежде местными властями в сотрудничестве с федеральным центром благоприятных условий для импорта в мурманск и в моем понимании он безусловно будет расти здесь даже не обязательно что-то выдумывать но в летний период исходя из того что вот предыдущий выступающий озвучил безусловно китайцев есть интерес если вкратце наверное все если нужно готов буду ответить на вопросы